Сходил на рынок, купил блоки и стяжки. Сейчас будем заниматься моторами и GPS-модулем на 7-дюймовый. Сейчас померяем, подходит ли, потому что я хотел сеть в семерку, но в семерке нет. Есть только восьмерка. Человек, у которого я брал все время в отпуске, у него закрыто. Нормально подошел, нигде ничего не выпирает, подходит восьмерка. Я еще попробую сам мотор-статор на скотч посадить. Посмотрим, вместо резиновых амортизаторов, чтобы снять лишнюю вибрацию. Попробуем. Завалялись у меня в заначки 8-дюймовые винты. Они, правда, под 6-миллиметровый вал. У меня были валы. Поставил я сюда переходничок на суперклей. Пятерочку на пятерочку. И попробовал на эту раму. И, как видите, 8-дюймовые. В принципе, подход. Они не касаются, ни камеры не будут касаться. Единственное только что, в экран, то есть в объектив будут попадать. Ну, посмотрим. В принципе, если я угол камеры поставлю, это же у меня дальнолет, а не для фристайла. Для фристайла можно будет меньше. Сюда эти для фристайла не надо. Это для длительного полета, для дальнего, ровного. Ну, можно будет использовать. Пока у меня 7-дюймовые еще не пришли, я точно не знаю, какой здесь шаг. Ну, скорее всего, что шаг высокий. Не меньше 45, это точно. Пока я не знаю. Это брал когда-то на Боэнтоис. Но не очень он хорошо с ними летал. Вибрация была большая. Я от них отказался. Посмотрим, попробую. Ну вот, на 7-дюймовом поставил мотор. Пошел путем более сложным. Сначала припаял регуляторы, потому что на регуляторах провода перепаивать потом как-то не хотелось. Они уже были в термоусадке. Ранее припаяны. И они не все одинаковой длины оказались. Где-то короче, где-то длиннее. Поэтому я их припаял к полетному контроллеру. Посадил на двусторонний скотч. Примерно так одинаково, чтобы было. И потом начал отмерять уже кабель силикона в силиконе. Чтобы допаять, нарастить провода на моторах. После этого я закрепил, ну, наживил моторы на своих местах. Померил термоусадку, чтобы закрыть все это дело. Залудил концы. Обрезал по размеру. Одел термоусадку и припаял концы моторов. То есть фазы к регуляторам. Ну, а затем уже термоусадкой я ее закрыл. Ну, вот так вот получилось. Ну, получилось так. Вот. Такой вот у нас видосик. Камера у меня уже здесь припаяла. Пещалка припаяла. Приемник. Только подключить его и все. Вот еще видеопередатчик. Подпаять. И... У меня GPS. Вот сейчас буду заниматься наращивать провода на GPS модуле и припаивать. Паймать. Надо сейчас моторы паять. Ну, буду вот так вот паять сверху один над одним. Вот так вот буду паять. Сначала один, потом сверху второй. Потом третий. И, кстати, сразу, кто недавно этим занимается, и перед пайкой моторов необходимо, надо... необходимо просто вот так вот... вот так вот взять и провода эти вот так вот распрямить. Потому что они часто скручены, сверчены. Вот. Тогда вам будет легче их поставить на место. И потом уже, когда будете их паять, они уже будут у вас красивенько лежать. Хоть так вы их будете запаивать. Хоть, допустим, вот так будете запаивать. Как-то там сбоку. Ну, я думаю, что вот так вот мне лучше. Вот так вот запаять. Вот. Запаяю. Будет нормально. С одной стороны, с другой стороны. Нигде ничего торчать не будет. Но обязательно делайте небольшой запасик. Этот запасик будет гасить вибрацию, которая может быть в результате натяжения от моторов идти. Ну, это мало, конечно, вероятно. Но все равно, как говорится, береженого Бог бережет. Вот так вот. Так что я не буду вас утомлять самой пайкой. Я вам только покажу, что я буду вот так паять. Вот. Так буду паять. Здесь, я не знаю, не помню, говорил, не говорил. Я кондер в бок так положил, и в этот бок положил разъем. Почему? Чтоб. Или здесь подключить. Или здесь подключить. Или здесь подключить. Вот. То есть, везде можно будет. Потому что у меня на этом я обрезал. Неудобно было. Петля попадала под винты. Пасал здесь. Но он постоянно тнется. Конечно, в конце концов, он может обломаться. Но будем надеяться, что пока нет. Вот. Так что здесь моторчики хорошие, нормальные. Подпаяю. Подпаяю. И потом сюда периферийку. Все. У меня только нет для этой периферии. Нет. У меня сегодня должны были прийти gps-модуль и приемник. Так что вот так. После пайки покажу, что у меня получилось. Моторы подпаяны. Вот они таким вот образом. Сверху. Пайка немножко не удалась. Потому что жало не поменял, забыл. Забыл поменять жало на это. Пришлось вот эти вот ковыряться. Ну ладно. Ничего страшного. Так что вот так вот. Вот так вот. Капелька не получилось. Полетный контроллер здесь вот. Я регулятор покрыл лаком. Теперь можно уже сюда паять все остальное. Подключил 5-дюймовый к компьютеру. Проверил вращение. Зашел Билл Хелли, изменил. Сейчас все крутится. Все моторы крутятся правильно. У нас здесь стек практически собран. За исключением нет GPS-модуля и нет приемника. Видеопередатчик. Вот он у нас сзади. Сюда сверху крепится. GPS-модуль я сюда тоже поставлю. Но антенну другую. Это просто встал. И приемник, приемник, приемник. Приемник я вот сюда. Придут когда распечатки 3D аксессуары для. Ну такие же как на 7-дюймовом. Я сюда выведу антенну так же как на 7-дюймовом. В термоусадку упакую. И выведу. А приемник тоже в прозрачную термоусадку. Вот здесь отверстие как раз 30 мм. Я его так расположу поперек. Закреплю. Выведу сюда антенны. Здесь антенну заменю. Тоже другую. Поставлю клевер. Поставлю сюда клевер тоже. Но в другом исполнении. Ну в общем как то так. Здесь тоже будет экшн камера. Вот здесь камера ранкам нано 2. Хорошая камера. 700 ТВЛ. Но качество. Изображение великолепное. Для курсовой. Как раз хорошо для такого. Для маленького. Ну в общем вот так вот. Такие как придут. Сегодня должны были прийти. ЧПС модуль и приемник. Придут. Поставлю. Покажу. Пока все. Ну вот 7 дюймовый. У меня практически готов. Все здесь. Есть. Вот. Видеопередатчик. Стоит. Ровно. Вроде бы ровно. Вот. Стоит видеопередатчик. Полетник. Полетник внизу. Через проставочку. Вот. Который. В комплекте с передатчиком. GPS модуль. Вот там. Заведен. Камера. Для курсовой. В принципе пройдет для дальнолета. Там разберемся. Здесь. Значит. Антенна. У меня. Видеопередатчика. Сюда. Выходит. Приемник. Я решил. Сюда. Поставить. А. 6. Б. Удлинил. Антенны. Поставил. В. Термовсадочку. Они. Нормально. Тут. Залил. Горячим. Клеем. Чтобы они не болтались. В общем. Провода. На моторах. Удлинил. Поставил. То есть. Закрыл. Термовсадкой. Тут. Прихватил. По концам. Черной. Изолентой. Чтобы. Особо. Не уделялись. Мне. Как-то. Хомутик. Не очень. Нравится. На. Лучах. Поэтому. Изолента. Больше. Ну. Так. Вот. GPS модуль. Он прижимает антенну. Кабелем. Вот. И она. Не болтается. Вот. Таким вот образом. Здесь. Экшн камера. Ставится. Аккумулятор. Сверху. Аккумулятор. Можно снизу. Цеплять. Расстояние. Ну. Тут. Проставочку. Я поставил. Здесь. Проставочку. Тоже. Чтобы изолировать. От рамы. Можно. Сюда. Вот. Просунуть. При желании. В общем. Вот так. Семидюймовый. У нас. Все моторы. работает. Работает. Все. Функционирует. Так что. Все отлично. Здесь. Установлено. Вот. Пока. Вот такое. Получилось. Тестовое. Будем так говорить. Это не окончательно. Это. еще необходимо будет доработать может быть что-то улучшить винтов у меня пока еще нет не пришли сейчас теперь займусь 5 дюймовым итак вот два квадрокоптера 5 дюймовый который получился и 7 дюймовый поэтому камера здесь я зря хайл отличная камера как она честно откровенно называется я не знаю вот космо или космо не знаю 1500 твл я когда разобрался она с USB с пультом с USB идет дешевая на что-то мне обошлась меньше 300 гривен вообще-то не знаю я так взял так думаю да что там где-то вообще где-то 8 8 долларов или 8 9 долларов не знаю кто он кого интересует когда я ее подстроил построил но это великолепно считает там настройки шикарнейшие все настраивается все отлично показывает так что и и есть дневной режим и ночной режим вот камера классно это зря я конечно не боюсь покатил но что тут еще еще вот этот в 8 модуль опять же я его с 5 дюймового перенес сюда поставил немножко получилась укороченную была 10 сантиметровая у меня мачта стала 8 так вот посадил ее в змеиную кожу что еще все это по 7 дюймовому здесь конденсатор здесь сбоку и разъемчик он здесь был как был на 5 дюймовом что по сегодня то есть что теперь по 5 дюймовому здесь передатчик тоже флайскаевский вот этот затянул слишком на стяжке хотел на м3 болтики но потому что потому как тяжело они проходят поставил в термоусадку закрыл на на это двухсторонний скотч но когда притянул притянул немножко поднялся но это не самое страшное антенки посадил в термоусадочку сделал заказал такие же такие же элементы распечатан на 3d ну это кстати они с этой рамы с 225 вот с этой рамы но я просто сюда поставил собрал раньше заказывал такой же комплект вот пока жду сделал для вот такой держатель для антенны вырезал из пластика обшивки крестовины кресла офисного у них там много валяется взял одну распилил плюс залила здесь трубочку коктейльную вырезал и залил эбоксидной и она одевается снимается просверлил отверстие хотел под 90 градусов но потому что так как ушел туда приемника ну угол изменился немножко но ничего страшного потому что активная часть антенны вот можно вот так вот раз вести вот gps модуль м 100 дешевый дешевый отлично работает я даже не думал он тоже что-то 9 или 10 долларов стоит не помню 300 с чем-то гривен вот если кому-то необходимо ссылочки пишите я вышлю то есть я в этих как их разговариваю ну то есть вышлю сообщу данную хорошую чпс модуль с компасом все единственное у этого конечно полетного контроллера он не бас он не бус f4 v3s плюс проблема с подключением одновременного магнитометра и видео передачка виде у меня вот здесь на термоусадки на стяжки плюс здесь еще вернее на термоусадки на двухстороннем скотче вот еще в термоусадке и стяжечка вот здесь этот gps модуль у меня тоже стяжечка сейчас я просто отстегнул потому что приходилось снимать перепаивать перепаивать ну потом когда закончу все это дело опять стяжечкой здесь прихвачу его вот это не проблема аккумулятор можно как сверху так и снизу спать вот здесь тоже поставил проставочку пластиковую сюда поставил чтобы случае чего если вдруг удар не коротнет хотя тут как тут может коротнуть не коротнет но на всякий случай поставил чтобы можно было сюда примечок вставлять ну здесь еще планирую тоже двухсторонний скотч закрыть эту часть вот закрою двухсторонний скотчем может быть еще тоже пластиковую такую здесь ну не знаю пока нет пока только скотчем планирую здесь закрыть чтобы можно было аккумулятор сюда подвешивать снизу вот аккумулятор сверху аккумулятор снизу сделал специально длинный разъемчик чтобы можно было наниз и назад и вперед то есть чтобы был более мобильным тоже это у нас если брать здесь то рама реплика это юсида юсида это друг друг девик то есть ну все различия по тушка тушка это тушка длиннее этой на 5 миллиметров сегодняшний поэтому тут сложно ну моторы к регуляторам вот таким вот образом припаял вот так вот чтобы они не торчали здесь где не цеплялись вот они плотненько вовнутрь не совсем удобно было потому что у меня с этой стороны конденсатор вот он там лежит поэтому внутрь хотя можно было но не хотела его вот не хотела чтобы не соприкасались так что так сюда сделал не знаю временно будет или постоянно мася уйди не мешай уйди отсюда кошки лезу тоже интересно здесь тоже также значит для экшн камеры в комплекте у меня столько этих крепежей для экшн камеры полно я думаю что попробую посадил взял из один крепежей переходник на двусторонний скотч не оторвешь ну и плюс еще закрепил стяжку вот тут стяжка закрепил камера микро ранкам на на 2 микро на 700 твл тоже показывает хорошо но одна проблема слишком рыбий глаз большой то есть угол обзора большим с одной стороны хорошо с другой стороны не очень поэтому искажение по бокам ну посмотрим как будет летать может поменяю ну пока вот так так что тоже здесь проставочка крышечкой закрыл сверху ну полетный контроллер регулятор между ними ничего не стоял тут проставочка тут проставочка значит пищалка здесь обычная вот она не пищит а трещит закажу сейчас еще матековскую пищалку сейчас лечит позже закажу и поставлю чтоб пищала тоже ну вот и все вот так оно получилось был один теперь два теперь жду сезона начала весенней сейчас конечно пойдут рассада огород сад опрыскивание все остальное будет не для не до дронов а потом как потеплеет все стаканится будем осуществлять поле пока только в комнатных условиях вот комнатных условиях подымаю держу проверяю вроде как все нормально пиды все вроде бы потом потом будем делать видео с тестами полетами все остальное ну все пока до следующих наших сюжетов